Городские парламентарии провели сегодня очередную сессию. В повестке дня значилось 11 вопросов. Среди них рассмотрение изменений городского бюджета, о порядке введения органов и местного самоуправления учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Муниципальный бюджет увеличен более чем на 20,5 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета в виде субсидий. Около 8,5 миллионов будут направлены на софинансирование содержания муниципального жилищного фонда. 10 миллионов рублей предназначены для завершения обустройства парка в районе поселка Лесозавод. С учетом носивых изменений параметры городского бюджета на текущий финансовый год по доходам составит 841,1 миллиона рублей. Изменения по доходам предлагается произвести за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на 20,3 миллиона рублей и включения в доходную часть бюджета объема безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на софинансирование мероприятий по реализации проектов поддержки местных инициатив в сумме 263,6 тысяч рублей. Кроме того, выделены субсидии на поддержку местных инициатив. А летом муниципалитет участвовал в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры. Две инициативы горожан получили поддержку. Устройство автостоянки у нового здания сельхозрынка и устройство парка в районе бывшего здания рыбокомбината. На реализацию проектов из бюджета Ненецкого округа выделены почти 2 миллиона рублей. Городская казна софинансирует 458 тысяч. Горожане, согласно условиям конкурса, выделяют добровольные пожертвования в сумме более 260 тысяч. Также в ходе сессии городские депутаты утвердили перечень имущества, которое будет передано муниципалитетам в собственность Ненецкого округа. Передается газопровод, расположенный в доме 34 по улице Первомайской, протяженностью 100 метров. Газопровод газоснабжения района застройки улицы Авиаторов 1550 метров. Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки поселка Мирный 3255 метров. Наружные сети теплоснабжения объекта соцкульпыта в новом поселке 16 метров. Подземный газопровод низкого давления в районе дома 43А по улице Юбилейная, 233 метра. Рассмотрели и вынесли на обсуждение в собрании депутатов Ненецкого округа городские парламентарии вопрос о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам соцнайма. В случае смерти гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых договором соцнайма, право на получение с учетом даты постановки на учет такого гражданина сохраняется за членом его семьи. В этом случае, в целях последующего предоставления жилых помещений по договорам соцнайма, сохраняет право состоять на данном учете до получения межжилых помещений по договорам соцнайма или до снятия их с учета один из членов семьи такого гражданина, действующего на основании нотариально заверенной доверенности, выданной другими совершеннолетными членами семьи. А в заключении заседания обсудили и утвердили кандидатуры горожан, которые будут удостоены знака отличия за заслуги перед городом Нарьенмаром и почетной грамотой Совета городского округа. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!